Время вечерних новостей на канале ОТС Еще один сертификат или конфискация продукции Как новый приказ Минсельхоза повлияет на производство и цену молока Временные пломбы, какие магистрали мегаполиса латают дорожники в межсезонье Хрупкие водители брутальных авто, как гонки на внедорожниках стали дамским развлечением Сейчас об этих и других событиях подробно Производители молока обратились в администрацию президента с просьбой отозвать приказ Минсельхоза Согласно которому на каждую партию продукции теперь необходимо оформлять ветеринарные сопроводительные документы Но как отмечают на предприятиях, новый приказ выполнить невозможно, по крайней мере пока Владельцы молочного бизнеса констатируют, чтобы работать по новым правилам необходимо переоснастить производственные линии И увеличить в разы штат предприятий Как следствие, тетропак молока на прилавках магазинов может стать дороже примерно на 10% Корреспонденты ОТС собрали мнение игроков молочного рынка Новый приказ, по словам специалистов, направлен на то, чтобы понять и узнать всю цепочку производства молока Вот, например, у меня в руках два пакета молока Один тетропак, второй в пакете И как раз новые правила позволят понять с самого начала, откуда это молоко Начиная с фермерского хозяйства, где была надоена корова И заканчивая магазинным прилавком Как прокомментировали эту ситуацию в управлении Россельхознадзора по Новосибирской области И стоит ли потребителям ждать повышения цены на молоко, расскажем в итоговом выпуске новостей в 20.30 К другим темам Прорвало сегодня на границе Дзержинского и Калининского районов Произошел прорыв трубопровода Мощный поток горячей воды хлынул с улицы Кропоткина в близлежащие дворы Испарения на проезжей части улицы создали угрозу безопасности дорожного движения Инспекторы ГИБДД были вынуждены перекрыть движение автотранспорта Подключение на теплотрассы не повлияло на теплоснабжение потребителей Мы включили другие обводные схемы для теплоснабжения Кропоткинского жиломассива Подключение попало минимальное количество абонентов Одно общественное здание и три частных жилых дома Вышедшие из строя коммуникации отвечали за подачу горячей воды и отопления Устранить дефект трубопровода и наладить обычную схему подачи тепла и воды Коммунальщики обещают сегодня до 9 часов вечера Отмечу, прорыв на данном участке уже происходит не первый раз Аналогичные случаи фиксировали позапрошлой зимой и прошлой весной С начала марта на станциях техобслуживания в Новосибирске Наплыв автовладельцев, рваные шины, погнутые диски Это самая популярная причина обращений Чтобы минимизировать количество аварийных ситуаций, дорожные службы, не дожидаясь схода снега Заделывают дыры в асфальте на городских улицах О начале сезона ямочного ремонта наши корреспонденты Латать неровности на дорогах Новосибирска начали с первых дней весны Это холодный асфальт, временные пломбы Летом придется переделывать Эта технология хороша тем, что выборочно большие ямы забиваются При именно глубокие, свыше 5-10 сантиметров Где-то 3 сантиметра эта технология уже не держится на ямах Начинает вылетать Такую технологию уже применили на центральных улицах На Рымской и Подромской военной Сейчас дошли до Титова На очереди Димитровский мост Там, где, например, деформационные швы Где идет определенное движение конструкции Там предусмотрено это движение по конструкции этого моста Она выкрашивается, конечно, быстрее Эти места мы летом будем заделывать уже немножко другой технологией Это литой асфальт будет Те материалы, которые держатся долго И предусмотрены для применения в местах, где конструкция движется Весна для автолюбителей, время затратное Признаются, на ремонт уходит значительная часть семейного бюджета Список опасных для здоровья машин и улиц у каждого свой На сегодняшний день, наверное, самая такая ушатанная улица большевистская На ней такие прям большие-большие волоны, которые ямок очень сильно хватаешь Ну а так в целом и в общем по городу очень много мест, где очень трудно сегодня проехать На самом деле ужасные дороги Все в ямах, в кочках Очень много моментов Даже по городу вот есть улица такая Петухова Она постоянно в кочках Там все дороги сейчас разбиты на данный момент Выгоду от такого состояния дорог получают разве что работники станции техобслуживания Весной поток клиентов увеличивается на 70% Обращение идет по ходовой части Нарушение подвески, рвутся, слинблоки, тяги, наконечники опять же подразбиваются Нарушение развала схождения То есть, в принципе, больше идет только по этому поводу По резине, по боковым порезам То есть, рвут резину Диски гнут То есть, все опять же из ям, которые практически из-под воды не видно На временный ремонт дорог выделили больше полумиллиона рублей Этого хватит на 400 квадратных метров асфальта А потом, когда ямы подсохнут, в них будут укладывать уже горячий асфальт Алексей Кузьмин, Алия Арзаева, Андрей Дулепов Новости ОТС Продолжаем выпуск Бытовая техника лидер по количеству нареканий со стороны покупателей Почти 80% жалоб людей связаны с плохим качеством сотовых телефонов и компьютеров На втором месте некачественная мебель, одежда и обувь В Искитиме за помощью специалистов обратились более 3000 человек Ирина Звягина узнала, кто в борьбе за права потребителей Готов и до суда дойти Наталья решила сделать супругу подарок Купила мужу смартфон в одном из магазинов Новосибирска На третий-четвертый день приходит, говорит, слушай, Гаджина, я, говорит, не могу никому дозвониться Заходит в меню, а у него просто появляется, вот так вот идет загрузка То есть загрузка сначала от минуты начиналась, потом до трех минут Потом он его просто психанул, говорит, невозможно пользоваться Пришел, опять взял свой старый кнопочный Дальше хуже, решила вернуть телефон в магазин В итоге четыре раза побывала в сервисном центре и получила отказ Якобы аппарат исправен Мне еще, знаете, предлагали убрать эти все Ватсап, контакт, вот это все, типа, удалить Я говорю, зачем мне телефон за 10 тысяч, когда я могу пользоваться Просто за тысячу рублей купить и просто принимать звонки и сообщения писать Девушка обратилась в отдел по защите прав потребителей Составили претензию и снова в магазин На этот раз повезло, деньги ей вернули, но чаще всего продавцы реагируют по-другому Бывает агрессия, что в большинстве случаев Ну, поговоря уже со мной, они понимают, что агрессировать смысла нет Что я на стороне закона, я цитирую закон Ну и поговоря со мной, как правило, они после того, как человек все равно пишет претензию Бумажка нам в любом случае нужна, удовлетворяет претензию Но есть проценты, которые не реагируют ни на меня, ни на претензию И просто игнорируют закон о защите прав потребителей В минувшем году в Искитимский отдел по защите прав потребителей обратились более 3000 скитимцев При этом большинство из них решили оставить свою проблему на уровне консультаций и разговоров со специалистами Больше ста человек пошли дальше, они составили письменные обращения И не более 10 решили обратиться в суд, чтобы найти справедливость У Елены через несколько дней суд Покупка шубы в магазине обернулась массой проблем Проносив ее месяц, она стала у нас рваться на спине Вот здесь вот по шовчику Когда мы в магазин обратились, они сказали Вот вы езжайте в такое-то ателье, это в городе Скитиме И вам ее зашьют Потом еще раз зашили и снова появились дыры Попытка добиться возврата денег не увенчалась успехом Шубе год, год Ее относили вот полтора сезона И в ремонте она уже была два раза и вся рвется В магазине говорят другое Здесь уверенный покупатель знал, что берет Пальто было продано как уцененное Почему оно было уцененное? Потому что в этом изделии были недостатки Все эти недостатки указаны в договоре купли-продажи О чем покупатель была предупреждена в устной форме Так же и в письменной Подтверждается ее неоднократными подписями в товарном чеке Кто из женщин прав, решит суд Но по статистике магазин, в котором купили шубу В числе лидеров по количеству жалоб В отдел по защите прав потребителей Скорее всего предстоит очередная экспертиза Которая расставит точки над «и» Ирина Звягина, Владимир Анапричук, Новости ОТС Сегодня третий день праздничной недели В народе лакомка Масленичная среда, когда принято ходить к тещи на блины О русских традициях сегодня рассказывают школьникам Какие игрища проводили в этот день на Руси Как водили хороводы, как сжигали чучело зимы Блины в эти дни пекут не просто так Призывают весну, ведь круглые горящие лакомства прославляют солнце А придавая огню соломенную земушку В народе верили, так быстрее отступят холода Землю согреют теплые лучи и подготовят к посевной А там и до праздника урожая недалеко Праздник хлебосольный, разгульный, веселый Но вот эта широта, которая присуща русскому народу Она как раз и отражена вся в Масленице Недаром же очень много поговорок, которые говорят о том Что бы там ни этот, но в Масленицу выложи все Все из закромов своих, из хундуков вытащи Всех накорми, всех напои Яркие наряды, эффектные прически, макияж эти Дамские штучки, они могут позволить себе редко Но сегодня внешний вид один из критериев оценки В женской колонии проходит вокальный конкурс «Калина Красная» Участницы сами подбирают образы, песню Строгое жюри оценивает, а зрители отдыхают И за всем этим происходящим наблюдает наш корреспондент Елена Медведек Елена, добрый день, вы на прямой связи со студией Здравствуйте, Катерина Сегодня за колючим забором праздник Девушки собрались не только для того, чтобы поздравить друг друга С праздником 8 марта, но и конечно же поучаствовать в отборочном туре Это 13-й конкурс всероссийский, конкурс вокала среди осужденных Называется он «Калина Красная» Девчата поют о любви, о семье, о детях, о разлуке О том, что знакомо каждой, о том, что трогает душу каждой В этом году больше все-таки песен направлены на кинематограф, о кинематографе Ну и конечно же не забывают о песнях авторских Тексты очень внимательно рассматриваются Вокал тоже оценивается И лучшие будут участницами основного всероссийского конкурса Который пройдет в Екатеринбурге Подробности в вечернем выпуске Спасибо Елене Медведик о вокальном конкурсе в женской колонии Накануне в Новосибирске провели джип-стрит Автоледи доказывали, они умеют не только виртуозно управлять внедорожниками Но и успевают сделать домашнее задание с детьми в перерыве между гонками Алия Арзаева о демонстрации мужественности и проявлении женственности Чем бы женщина не тешилась, главное, чтобы за руль не садилась, говорят мужчины Но к участницам женского джип-спринта это не относится А чтобы на себе ощутить все прелести гонок на внедорожниках, я тоже приму в них участие В качестве штурмана Пилот нашего вездехода Оксана В гонках она уже четвертый год Готовилась серьезно Масло, жидкости, все поменено Специально грязью помазала, так чтобы создавалась правильная видимость Женщина за рулем уже давно никого не удивляет Однако стереотип, что это к беде, приходится рушить до сих пор Настоящая автоледи, должна она уметь все сделать Как начиная, чтобы поменять колесо, если вдруг непредвиденная ситуация Также быстро среагировать на какие-то дорожные ситуации Ну и вообще всегда оставаться женщиной Некоторых побаиваюсь Все зависит от того, как она себя ведет на дороге Гонки ежегодные, только для женщин Трасса несложная, пройти нужно на время Изюминка – задание для экипажа Страшно очень А задания такие Найти вторую половинку носкам Заплести косичку дочки Собрать сына в школу Закупить продукты в магазине Надеть подгузник ребенку И, конечно же, войти в горящую избу Организаторы проявили фантазию Приготовили женщинам вроде бы их повседневные задания Но на фоне волнения Они проходят так чуть-чуть длиннее Мы наблюдаем Нам очень весело У людей, знаете, такие психологические И вот эти вот завороты-вывороты Вот этого всего Очень интересно Не остались в стороне от гонки и мужчины Однако максимум, на что они могли рассчитывать – место штурмана Но и для этого пришлось преобразиться Сегодня можно и в роли женщины Сейчас впереди трасса Будем вязать косички Собирать учебники, носки И памперсы менять И финишировать достойно У нас дамы такие все симпатичные Такие красивые И вообще русские женщины – это самые лучшие женщины в мире Вот так Мы прошли трассу за 11 минут Такое время гарантировало нам второе место Правда, с конца А вот экипаж Марины уложился в 7 минут Это лучший результат Ну, три года уже участвуем В том году было третье место В этом первое Отдельно организаторы отметили тех, кто без ошибок сдал экзамен по правилам дорожного движения Таких среди участниц оказалось двое Я не знаю, удалось ли нам сегодня разрушить стереотип о женщинах за рулем Но, по-моему, эти автоледи прошли трассу не хуже мужчин Алия Арзаева, Юрий Мешников и Александр Ведерников Новости ОТС И в завершении выпуска о спорте В Ордынском районе прошел финал областной спорта-киады муниципальных образований Команды 30 районов И являли сильнейших в 8 видах спорта Это футбол, шорт-трек, лыжные гонки, шашки, шахматы Еще один вид программы – семейная эстафета Победитель определялся по наибольшему количеству призовых мест В этом году спорта-киаду выиграла сборная Чистоозерного района Следующие крупные областные соревнования – сельские игры Пройдут летом в Черепаново Мы будем предпринимать еще более решительные меры По созданию материальной базы для развития физкультуры и спорта И можно сравнить, какие объекты появились на нашей новосибирской земле В отдаленных селах, не только в областном центре Какие спортивные сооружения появились И этот поступь мы еще будем приумножать На этом все Итоговый выпуск новостей смотрите в 20.30 Я с вами прощаюсь до этого часа И желаю хорошего вечера Субтитры создавал DimaTorzok